ребята всем привет с вами александр джурасик world и live я тут пробежался по гибридам которых у меня не создано их короче довольно таки много и смотрите один из них трагодистис это у нас есть амаргоцефал и паразавриков паразавриков полно в принципе даже могу его качнуть хотя я сейчас потратил тоже много денег 50 тысяч про реально потратил уже но на прокачку там всякой мелочевки там до 15 уровня чтобы из него можно было делать гибрид ну тут так вот поклацал чего из кого можно создать кстати вот эти вот похожи на морды такие тупые явно какой-то раджизавр участвует да но этого парнишка у меня вообще нет так вот этот у нас кстати вот это внизу у нас получается уникальные идут до а верху легендарные гибриды мне только одного среди обычных нет как вы видите это раджизавр на вообще меня интересует наверное индо раптор ну куда же без него неважно лучше он или хуже индо раптор это наше все но для этого нам нужен сколько раптор 20 и индоминус получается 20 да и это будет уникальный но это наверное стоит от того чтобы создать первого уникального давайте мы попробуем как качнуть индоминуса не знаю сколько хватит денег там это было 15 сейчас будет сколько тысяч сейчас потратим почти все бабло на это дело а у так но тут как видите придет но надо постараться это дело вырезать так ну чё давайте создадим тогда вот 17 это 20 тысяч потом 30 40 50 тут как-то так но самая печать знаете в чем что нам везде для создания индоминуса эндораптора нужны клетки обычного раптора а там они нужны просто в таких количествах что на голову не налазит смотрите у меня от 4000 блин вообще короче капец ладно давайте качнем его это надо не целую неделю бегать по карте ловит одних велоцирапторов и больше ничего потому что вообще никак ну давайте его качнем на 19 левел и семь с половиной тысяч ёшкин ты кот это надо геноцид раптором устроить ребята геноцид чтобы их насобирать да а еще не по 500 клеток уходит по 500 уходит на создана создание индоминуса индоминуса по 500 же по-моему а ну-ка да по 500 она индораптора сколько если у нас индораптор это уже уникальный то сколько туда будет клеток уходить по 1000 что ли блин ну не пишется но больше по идее то есть может по 750 это просто какой-то кошмар так ну что ребятки давайте мы тогда будем компоновать нашу самую сильную команду и пойдем подражаемся на арене так ну немножко мы въехали в тему манамима то есть ну на что он там способен вот есть раджик кстати его тоже качнул на 15 уровень потому что из него там мегалозавр из него делается мегалозух я кстати даже могу в принципе создать но надо почти посмотреть по моему кто-то говорил что мегалозух у нас он как бы типа но не стоит того чтобы тратить тратит на него гены горгозуха если горгозух это пантера то мегалозух это мужский тигр обмотанной колючей проволокой это очень умный хищник передвигается быстро как молния окус у него сильнее чем гребнистого крокодила под наблюдением он также умеет лазить по деревьям и отвесным скалам благодаря мощным передним когтям но это подобное описание у нас вот и здесь по моему есть постиметродон так из-за паруса диметродона этот длинноногий крокодил более заметен чем пастозух он часто прячет свою добычу под водой чтобы полакомиться и позднее крокодил но он никак он не крокодил он реально пастозух не похож и там кстати постиметродон тоже делается постиметр триастроникс короче но у меня не хватает барионикса зеленого много клеток сильно расходуется на счастье газа вар много где короче вот и не и не зух какой блин и не зух ё-моё неси на циратус много где расходуется это надо специально охотиться за конкретными динозаврами так что че у нас тут 65 тысяч несчастных осталось но ладно погнали ну на 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 так но все красавчики все отлично ну откроемся допустим гигас пикозавром замедляем это хорошо когда реально замедление и вы ходите вторым контратака тоже штука хорошая 666 опять снизил скорость подлец 666 нормально так пора тебя кончать отлично вот это мне уже больше нравится потому что надо патозавр ну не заходил вообще никак думай думай так стеги стеги штука штука бьется больно но не сквозь щит и броню надеюсь мы ходим первым отлично так что это у нас ладно давай броню потому что нас могут парализовать ну вроде очень похож на надо патозавра но вообще в играется совсем по-другому так у него вообще-то опережающий паралич уже должен быть доступен ну да вот он но мы должны его пережить а а сейчас у него вообще доступен даже вот этот удар и потому я бил сильным ударом а он не смог подмениться так вот видите так а мой удар а вот оно как вообще шикарно это было круто так но щит ставить бесполезно а а вот замедлить его от всегда хорошо короткая защита так даже индоминус быстрее довольно больно ударил но не хочу сейчас я использовать естественно нашу суперку она нам пригодится для черта она не пригодится гигас пикозавр хорошо себя показал он двоих первых взял на себя круто идем дальше так вот давайте попробуем снова нашим мана мимом так но его вот этот вот удар он действует три хода то есть если как бы ему везет первый раз или второй то все хорошо так давайте снизим ему урон хотя бы до следующего нашего бот ну вот но не уклонился он реально болен от 50 процентов но я вот сколько им сажался он уклонился мне только один раз по моему давайте вызовем мана мимо мана мана стекла мана мимо я уже заговариваюсь блин все равно остается живым сейчас принт по нам прилетит но не так больно как могло бы быть чё задумка подменился на отлично я ударил сильным ударом ну да всегда нужно бить сильным ударом конечно паралича не последовало так минус один но мана мим конечно нас подвел конкретно так мы медленнее были медленнее так сейчас у него будет слабый удар хотя слабый полтора не скажи что слабый щит держится два хода давай как раз два сильных удара может переждем как-нибудь это полтора ну и победный классные удары да с замедлением противника это всегда выручает так но если у нас не пробьет блин а подмениться то мне надо бы ну давай 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 пробивай пробивай хух ну на тоненького и и еще разочек давайте раптор 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 так вот у нас тут смотрите все шустрики ну кроме эндораптора эндоминуса ладно открываемся эндоминусом спиннич второго поколения пятнадцатого левела то есть он сразу может больно бить ладно пробил самым слабым два раза попал очень классно работает маскировка конечно ну наверное даже нету смысла его пытаться спасти и потому что наши все быстрее будут ходить чем чем он давайте протестируем раптора там его сейчас пробьет сходу жизни конечно очень мало ну стиге нас не пробьет вот и все полторушечка опа даже 1800 вот такие вот дела в общем то ребятки двигаемся мы потихонечку по созданию наших новых гибридов понемножку будем легендарных как-нибудь создадим когда-нибудь и уникальных а на этом все до скорых встреч шутка я блин щип Продолжение следует...